Сегодня поговорим о Кришне. Пришло время. Очень долгое время Бог был понятием несколько условным. То есть многое, что можно подразумевать. Некое обозначение существует, как некая высшая сила. Это тоже правильно. Как источник всего, как отец всех живых существ. Старейший старых. Дворец, судья. Также говорят, что он справедливый. Засердный. Может прощать. Грехи. То есть, он не обладает таким обуществом. Он находится выше закона. Внизу. И в трудную минуту каждый человек в сердце, он так или иначе, обратится к нему. К этому некому такому обозначенному. Нам говорят об этом. И, может быть, мы чувствуем сами, что им некто должен быть. Вот к этому некоему существу или источнику, или какой-то высшей силе, или разуму, время в древнение мы обращаемся. Но так и непонятно, кто он. Кто же он на самом деле? Почему он должен быть? Что это все означает, этот мир? С этими грехами, с этими порогами, с этими событиями постоянно. К тому нет объяснения конца. Поэтому пропадатель сказал, что единственное решение всех проблем – раскрыть имя Бога до конца. До конца. Не всегда к этому готовы люди. И сейчас не все готовы сразу прийти непосредственно к Кришне. Когда пропадатель привез сознания Кришна в Америку, он показал изображение Радхи Кришны. Помните, он в видении «Двага» там описывает это. Если в западном мире люди увидят такую картинку, и нарисованную Радхи Кришна, они спросят сразу же, кто это? Вопрос. Сильный вопрос, правда? А кто это? Что это за девушкой молодой человек следит? Кто они? Что-то странное изображение. Мы уже почтение, трепали. Потому что Бог в обычном перестрелении, он мужчина, пожилой. Микеланджело серьезно рисовал, изобразил. Светительская капелля, он изобразил его как очень пожилого, зрелого мужчину с бородой, мудреного. Сиди и волосы так же. Мощное очень тело, поскольку он обущественный творец. И в сотворении Адама там есть вот в сотворении сюжет, что так же человек от него зашел к этим образам. Этот образ, он присущ всей западной цивилизации. Люди верят в Бога, они примерно такой образ имеют в виду. А это что такое? А вы парень с девушкой, богиняку. Этому нужно поклоняться, кто? почему так? Но прабхат сказал, я пришел вас учить ничего-то нового, потому что вы давно забыли. Слово Бог единственное число и множественное одновременно. и то, и другое. Есть бесчисленное количество энергии, и с этим мы согласны, потому что энергии мы видим какие-то. Вот Бога не видим, но энергии. мы видим, что здесь светло в этой комнате. И наш разум подсказывает, солнце должен быть уже на закате, прямые лучи попадают в окна. Это разум. Можно солнце не видеть, можно догадаться по солнечным лучам, по свету, теплу, какое время года, сейчас, дня. Такую фразу. Энергия, где энергии можно до какой-то степени судить об источнике. Но очень сложно понимать, когда энергии трансформируются, например, солнечный свет трансформируется во все живое. Запах воздуха, движение стихии, движение воды, цветение деревьев, ландшафты, течение рек. Все это энергии солнца. Трансформация. И мы с вами результаты по трансформации. Умите? От династии солнца зашли. И луны. Так написано. И два источника энергии. Для нас с вами солнце. Мы по рождению сегодня. Поэтому не сюда можно по энергии догадаться, по источнике, до некоторой же степени. если мы видим свет, тепло, мы понимаем, какое солнце могущество, его качество, но а если мы видим разумного человека, о чем это говорит? А его разум говорит, что он отражает какой-то разум. Это тоже свет-череда, энергия-череда. Как пропаскал, сознание Кришны. Что такое? Так же как лучи солнца. Без солнца никаких лучей быть не может вообще. Это сознание. Кришна, продолжение, его сознание, мы тоже имеем разум. Смотрите. чувства. Го, виндов, это могу. Он источник изначальный чувств. Он и есть изначальные чувства. Свежие, могущественные, трансцендентные, божественные. И в нас тоже отражаются. Ослепительное сияние исходит из него. У нас тоже иногда исходит ослепительное сияние. Как голову грек, в рома человека. Сияет ослепительное. Когда человек радуется, сияет, в таком настроении. Тоже как будто он сияет. Как будто лотос расцветает. Улыбка такая, в случае, чистая, как у ребенка. То есть, мы как бы маленькие Кришны, грубают, говорят. Если мы маленькие Кришны, то рядом мы хотим иметь рактора, а не маленькую. Откуда, если этого нет источники? Если Бог Отец в единственном числе, если рядом нет женской энергии, то откуда появилась здесь женская энергия? Это противоречит установке, что Бог источник всего. Так тоже мужчина или женщина. Или то и другое одновременно. Да, я дописываю. Бог — это не условное обозначение, это взаимоотношение. Если нет взаимоотношений, то нет способа передать знание о нем, рассказать кто. У него нет имени. У него нет материальных качеств. О нем невозможно говорить абстрактно. В математике есть такое обозначение восьмерочка, лежащая на боку. Бесконечность называется. Мы не можем понять, что такое бесконечность, но обозначение придумали. Так, пользуемся этим. И если нет взаимоотношений, то мы пользуемся какими абстрактными единицами. математическими формулами изучаем, миниорфические законы изучаем, какие-то материи. Но при этом мы не можем стать счастливыми. Потому что счастье — это взаимоотношения. И эти взаимоотношения порождают имена Кришны. Действия, характер, качество — все. Все исходит от этих отношений с Богом. Но и как живой в этом взаимоотношении должно быть очень трудно. Все-таки он Бог, а я кто? И он, наверное, очень далеко, он же там на небе где-то. Представление очень далеко почему-то. Но в Бхагавадите Кришне далеко и близко одновременно. То есть это всегда рядом. Например, блест блестящего. Что это? Кришне. Придите подороги, что-то заблестело. Сразу подойдите, посмотрите, что там блестит. Не золото, случайно. Если хотите праздник, то больше огней нужно обязательно. Салют, блеск, сиянь, взрывов каких-то. Это Кришно. Без Кришно праздника не будет. Если на Новый год вы не засветите свою елку, ну, кого-то. Нужна иллюминация какая-то, освещение соответствующее, праздничное, где все должно блестеть, 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 как вот снежинки искрятся, вот это все Кришно, радость праздника. Просто блест блестящего, и тебя как? Это я. А видели людей красивых, талантливых? Да, видели, наверное, редко, но видели. Кришно. окей, видовы красивые все. Каждый красивый. Это Кришно. Мы отражаем красоту Кришно. Таланты, человеки, тоже я. Разум разумных, силы сильных. Среди людей, царя. А что, и рыбок у вас? Страшно будет без такого людей? Это Кришно. Он очень разнообразен. Многообразен. Из искр великолепия, где создается все это творение, и оно привлекает. Правда же? Страшно тут жить. Страшно, на каждом шагу опасности. Смерть может прийти, в любой момент. А все же нам нравится здесь? А почему? Энергия Кришны. Смертельно опасна, но нравится. Могуешь жить? Наслужут болезни, старшись, в конце смерти. Ничего. Если есть просады, какие проблемы? Жить можно. Тут есть счастье, тут есть чем наслаждаться. Есть элемент привлекательности. То есть Кришна здесь как бы присутствует, поэтому нам кажется, этот мир так уж и плохо. Недавно были в Казахстане, до приезда в Украину, в Казахстане провели фестиваль лидеров. Тех и всего на место лидеров. И там одна матыша умерла у нас. Умерла? Ну, она умерла. До сорока лет. Она забыла в экстазии, что у нее болезнь, и выпила аллерген случайно. то, что пить и нельзя. И через пять минут, ну, пуговенно. Никто не ждет помощи. Мы впечатли уже тело оставили. Прямо в магазине. Я ему подумали, да, в резвене. Но все же можно все кстати. Мы на ревену все это видим. Кто-то счастлив, кто-то умирает, кто-то болеет, но кто-то счастлив, кто-то надеется на счастье. Все надеются на счастье. Почему? Почему так? Тут много отражения Кришны. Это майя, иллюзия, говорится. Она вводит в заблуждение. Не сам Кришна, а отражение Кришны. Ведь солнечный луч это не само солнце. Это энергия солнца. А мы радуемся, что солнце, 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 лапеет. На самом солнце туда руку не протянешь. Если солнце войдет в это помещение, мы не успеем даже подумать, что произошло. Солнце, то было не солнце. И мгновение не сможем дожить. Даже адсказм не успеет. Мы не можем непосредственно прямо к солнцу обратиться, но мы общаемся с энергиями. Энергию мы можем осознать, ощущать, осмысливать, не разрушаясь. Также с Кришной можно общаться только в духовном теле, материальном очень трудном. Мы пользуемся отражением Кришны. И это отражение может иметь некую опасность. Если оно не связано с Кришной, привлекает, то куда она привлекает? К Кришне? Мы не видим этого. Хотя это энергия Кришны, привлекает она в чем-то другом. К его достоянию. Послушайте внимательно. У Кришны есть достояние. Шесть достояния. Есть он сам и есть его достояние. Он, то есть, есть его человек, есть его кошелек. Вот есть Бог и есть его богатство, его энергия, его достояние. И к чему люди стремятся? К Богу? Или к его достоянию, к кошелку? Интересный вопрос. Кришна абсолютно красив. Абсолютно богат. Абсолютно зелен. Абсолютно общен. Абсолютно прославлен. Абсолютно отречен. В чём достояние? Вот почему назовет Кришны. Вот почему Бог все привлекающий. Все, все, все достояние безграничной степени. Он абсолютно красив. Абсолютно богат. Абсолютно силен. Абсолютно отречен. Прославлен в абсолютной степени. Безграничен. И отношения, которые развиваются у нас, не будут показывать, насколько же он красив. Это можно открывать заново, каждый день, каждую секунду. Насколько же он учен, а границ нет. Что можем понимать в этом? Если мы общаемся с энергией Кришны, она не отражает всего Кришну. Значит, богатство не отражает всего человека? Нет. По богатству еще нельзя судить, где человек любит Бог. Лишь одно его достояние. Из всех шести достояний, говорят преданные, наиболее привлекательным является что? Его красота. Вот что ценят преданное. А остальные ценят богатство, знание, власть, силу, славу. То есть есть тенденция получить это без Кришны. Называть его просто Богом, условно. И делите богатство. Ему-то зачем это все? Два человека, конечно, делают бизнес, деньги. Но они были религиозными, а один друг сказал, слушай, чтобы бизнес был удачный, нужно что-то Богу пообещать. Надо сказать, сколько процентов нужно ему отчислить. Чтобы он был интересован тоже. Тогда бизнес пойдет. Ну хорошо, вот если бизнес будет удачный, пришли и сказали. Украина. 50 процентов. Отчисляем. Их бизнес просто был потрясающий. Как нельзя. Пришли им деньги, и тут они вспомнили, мне кажется, обещали что-то было. Слушай, 50 процентов, зачем ему 50 процентов? У него и так все. Это то, что он отдал, для него это абсолютно незаметно. А друга говорит, но мы уже обещали. В общем, нужно как-то решить вопрос. С одной стороны, ему ничего не нужно, с другой стороны, мы обещали. Я предлагаю подкидывать все деньги, и вверх повыше. И все, что ему нужно, он возьмет все, что подходит. То есть, люди изобретают много философии, много измов, только для того, чтобы не отдавать Богу ничего. Все прилежит народу. А где вы такое читали в шатрах? Это придумали какие-то люди, чтобы не отдавать ничего Богу. А Ишепаниша говорит, ишевайся и дам сорвам, все прилежит Богу. Иди народу. Народ до времени. Народ пришел и ушел. А все остальное остается. Все, Богу принадлежит. Все. Все недвижимость. Движимость. Подвижные, неподвижные. Моя такшена пра, критит, суяты са, чара, чарам. Я контролирую подвижные, неподвижные живут существа. Я обладаю. Все, говорит, вы, это мои недвиженные частички. Мои слуги. Привышлись с моими деньгами. Когда слуга прилегает с деньгами, что делать? Его учат. Нехорошо брать то, что тебе не принадлежит. У тебя другая роль совсем. Твоя роль поддерживает отношения. А ты прилегаешься к богатским, ты забываешь об отношениях. Ты портишь отношения с Богом таким образом. Поэтому предный выберет Кришну. Кто-то выберет Его достояние. Но те и другие люди называются религиозные. Они понимают, что есть бог, есть его энергии. И как-то нужно с ним делиться. Ну хоть десятую часть, хоть иногда что-то принести. И все же, почему нужно знать о Кришне? Потому что, когда человек познает Кришну, свое отношение с Ним имеет в виду. Познать нельзя, но отношения можно. С красотой Кришны, с его разумом, с его славой, с его беспредельным могуществом, он забывает о личной доверии. Он поражается, как Кришна сегодня управляет. В полном отречении. Ни связанной ни с чем остается. Свободно. Все принадлежит ему, а он обладает полным отречением. И красотой, и молодостью. Энергии безграничны. И от всего этого он отречен. Ведь он нас не заставляет в себе. Он отречен от этого. Свобода выбора полная. Просто при безнании, и подумай, и пожелай, как пожелаешь на Кришне. Багово-багово-багово-багово-багово-багово. Дорогая подруга пишет одна и Боби другой письмо. Если ты хочешь материального счастья и просветания, не ходи на берегу. Не слушай флейту. Там темноленький юноша туда не ходит. Если ты его увидишь, его красоту, его молодость, его движение, его глаза, ты забудешь материальное просветание. До конца своих дней ты будешь несчастный и скорбеть в разлуке с ним. Он такой коварный. Он достаточно взглядом просто привести, улыбнуться, и все женщины сходят с ума. Ему нравится все это. Он привязывается близко к сердцу. Обещает. А потом уходит. Так что не ходи туда. На берег его. Ты будешь несчастлив в любом случае. И в материальном смысле у тебя ничего не будет. И потом ты его не найдешь просто. Он не постоянный. Та точно двери gauche ก, он такой есть. Лучше забыть. И вообще не говори. Лучше сменить твою жизнь. Да лучше сменить твою жизнь. Он какой толк видеть в Кришну. Все не собираются говорить. Да точно и не только такое. Еще и такое и качественным ним нет границ. Поэтому лучше забыть. Да давайте забудем. какой толк говорить о Кришне? Лучше о чем о другом поговорить. Но только мы не можем забыть о Кришне, даже при наших усилиях. А Кришне так вот очень не все нравится. Так любовь усиливается, усиливается. Чем больше Бог и ругает его в сердце, тем больше любовь усиливается. Поэтому не ходите на берег Химуны, это стих написан строго, не ходите туда. Не ходите в храм Хришны. Зачем Кришна? Но мы понимаем, что именно вот это мы и хотим. Вот то, что запрещается, что опасно для материального существования, вот туда нас летят. Кришна нас привлекает, все привлекающие. Если даже скажете, Кришна такой, 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 не ходите, все только еще больше не интересуется. Рекламируется Кришну не нужно. Не нуждается в рекламе. Все и так привлекаются, просто не знают другим. Они его называют по-разному, но на самом деле, Бог близкое, сокровенно близкое, дорогое существо. Об этом сидит Господь Читания Санатани Госвами. В главе «Могущество и сладость Господа Кришны». Две вещи описываются. Могущество и сладость. Встречали такого? Ну кто сладкий такой, красивый, приятный, прекрасный, нежный? Ребенок. Ребенок сладкий возраст, нежный возраст. Все дети очаровательны. В этом возрасте все дети очаровательны. Но они не могущественны. А когда ребенок расстраивается такого взрослого мужчину, уже там обычный становится, он не сладкий. Какой-то странный. Мешок с костями, такой грустный, обтянутый кожей и сверху волосы. Не назовешь его сладким еще. Все смеются, если мужчина надеет, как женщина, все будут смеяться. Совершенно не эпоху. А был ребенком, такой был сладким. Когда был вот таким маленьким ребенком, в школе, и гулял на улице, любая прохожая женщина подходила ко мне так, «Ой, как он, да». Все, вот все, и сейчас никто так не делает. Это люди изменились, изгадают, да, то есть что-то одно обычное, но здесь есть могущество и сладость. заповременно. Поэтому, это сбивает с толку кого угодно, даже великих преданных сбивает с толку Кришны. Ишода, это великая преданная. Никто не знает, какие аскезы она совершала, чтобы стать матерью Бога. Великая аскеза она получает сына Кришны. Но он такой сладкий, что она забывает про Бога. Мой ребенок. Мой одарвый Кришна. Она ничем другом не может быть. Она поглощена 24 часов в сутки, 25 часов в сутки. Даже в ночь, когда спит, она думает о Кришне. Нет промежутка времени, чтобы она поет о Кришне, что-то делает о Кришне, она смотрит, себя Кришну ругает Кришну, говорит с другими о Кришне, все жалуются на Кришну. В центре внимания, там стоит, что делать. Чтобы только об этом и говорили все. Это Бог. Но в этих играх, поскольку это так сладкое невинное, это же ворует. С детства ненужная привычка. Надо, Махарашему, я вот так и не отучу, что с него получится вообще. И иногда ей что-то хочется его наказать. И вот тогда она удивляется. Вот вроде ребенка. А что делать? Вчера рот открыл. Там все вселенные. Я сегодня не знаю, что делать, как его кормить груди. Вы сами подумайте. Было нормально, ребенок? Только, кто-то там все вселенные, что вы хотите делать? Вы испугаетесь? Ребенок говорит, ребенок. Она так рассуждает философски. И думает, нужно пойти помолиться Богу, чтобы все было нормально. Это отлично. Она говорит, мама, я хочу есть. И она все забывает. О, мой ребенок. Все просто. Как только я с мамой скажу, мама, я хочу есть, она сразу забежит на кухню. Да, ребенок голодный. Слышит на меня. Я ребенок. Я голодный. Нужно срочно себе готовить на кухню. Она все, даже если больная, побежит сразу. Автоматически. Так думает мать. Обычно считается, что это сочетание редкое, невозможное. Сладость и безграничное могущество. Невозможное. Только очень-очень великие личности могут сочетать два-три некачественного. Например, как пропадок. Одновременно был в суровой, жесткой коктармолнии и, бог сказать, такую правду сказать человеку. И одновременно он был как лорд смежный. Но это поражало человека. Какой он говорил, истину высокую. Показывал, как мы далеки от этой истины. И какой он был добрый, Просил сюда руку. Пойдем. Пойдем туда. Да мы все падшие, выпады, нас все отказали, все общество. Очень хорошо. Я вас применю. Очень хорошо. Кришна. Это в Кришне. Это могущество и доступность. И это близость, маняющая, привязывающая сердца. Кришне. Это любовное название. Играющий, прекрасный, привлекающий. Он не стоит так величественным, знаете, как нравен. Вайшвари, богатцы. Ну, странность вообще ведет. Не знаю, что это сказать. Ну, в общем, неприлично. Иногда он называет такими словами, что лучше не повторять. Бог. Смотрите. так, наристо. Так они погоняются. А Кришну вот так. Не серьезно. Вы так взяты, но серьезно относитесь. Не серьезно. Он наслаждающийся. Верховно наслаждающийся. Пропада говорит, вот его и нужно наслаждать. Вот до чего привлекаемся. Мы захотим служить ему. И больше ничего. На-та-нам не нужно богатства. На-джанам не нужны последователи. На-сунгари не нужны прекрасные женщины. Все, пейте число. Больше ничего не осталось. Обычно люди стремятся к этим другим вещам. Деньги, последователи, связи, общество и красивые женщины. В этом счете. Госпочтение ничего не нужно. А что же нужно? Хочу жить за жизнь, служить тебе. И мне не важно, ты растопчешь и так от меня, как тряпку, или обнишься в объятиях одно и то же. И то другое, и другое. Хорошо. Вот такая любовь. То есть, ты просто можешь на меня ноги уйти, если хочешь. А можешь обнять в объятиях одинаково. Я к этому одинаково отношусь. ничего не нужно. Это называется любовь к Богу. Но ненадуманно, несентиментально нужно увидеть Кришну. И пропадает интересную вещь. Лучше, чем увидеть, лучше услышать. Это во многое услышащим, Что видеть красоту не так просто. Я учился, живой висит, я знаю, это не так просто видеть красоту. Там закон очень сложный, год и год и год, чтобы понять закон красоты. изображать, что-то делать очень красиво. Но услышите об этом можно сразу же от того, кто имеет любовь. Это переносится мгновенно, как от огня зажигается быстро другой огонь. Лишь бы травы были сухи. Лишь бы только мы были готовы к этому. Если сердце очищается, сразу вспыхивает любой Бог. А действительно дремлет, наживает вырваться и усравнивать иногда очарились доминой печи в наше сердце, где кипит, бурлит золото расплавленное любовь к Богу и скованная стена не может вырваться, не может проявить себя. И если мы делаем хотя бы какую-то небольшую щелочку какие-то наши усилия и вырывается сразу, ищет возможность освободиться от материальных обстоятельств. Ведь здесь за все нужно платить, 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 платить. Даже за любовь приходится платить. И мы понимаем, что любовь не купить за деньги, а все нужно платить. Странно, где же эта спонтанная, глубокая, желанная любовь, независимо от каких материальных обстоятельств, условий и денег, квартир, материальный богатств, учебность мужской. Вот так умный глупого не любит. Красивый не любит некрасивого. Обусловленная любовь. Относительно любовь. Из-за любви к этому человеку я наношу вред другому человеку. Из-за любви к своей нации уничтожаю другие нации. А можно любить все. Вот это все полное целое. Ом пурнам это из Бхагавана Шри Кришна. Все три аспекта. Полнота значит все три аспекта выражаются в личности. Это Ом пурнам она пурнам и дам. Итак, если не раскрыть имя Бога до конца, то естественно человек будет стремиться любить кого-то в этом мире. если нет Кришны. Нет Бога как объект любви. Супружеская любовь, дружеская любовь, родительская там все есть. Пурнам говорит, эти отношения вечные. Здесь тоже они есть, но они не вечные. Временные дети. Вот наша трагедия. Временные супруги, вот чем наша Бога. Временные друзья, вот чем страх. Потери, потери, потери. Страшно приобретать. А Кришна вечный такой друг, вечный супруг, вечный родитель. Нужно просто вспомнить это, как услышно. поэтому Господь читаний говорит. И он говорит ключевые моменты, он цитирует стихи Шимакбага в этом Санатане Госвами, которые особенно стимулируют эту любовь к Кришне. Стимулятор, знаете, что такое стимулятор? Он пробуждает чувства, стимул. Или скажите, уйти пан. Если вы были во Вриндауне, увидели, как попугаи летают и кричат громко к вечеру особенно. Потому что они начинают рассказывать всем о Кришне и Радхе, которые уже куда-то приходят, игра какая-то намечается вечером. Они разносят все это вокруг. Громко, громко кричат. Сейчас перекричали микрофон, мы ничего не слышим, как попугаи кричат. С такой силой, с такой активностью начинают двигаться, летать, кричать, кричать на дереве, гвалт, шумит, шумит, шумит через закат солнца. Потому что сейчас они придут, Радхе и Кришне, сейчас они должны прийти. А где можете приехать в Киев? Тут побугаги летают, запаркиваете или картинку уберете. И стоим всем. Радхе и Кришне придут. Уйди там. Или другой пример. Маш маленький ребенок. Вася. Ну он такой приятный, дорогой для родителей. Бабушка деревья дали, дали. Уже почти месяц не видите его. Там он скучает, как вы скучаете. Открываете шкафчик, там, перелег какой-то башмачок к Вася. Выпал. И уберите башмачок. Ой! Вася. Ой! Ой, не могу. Я поеду туда. Я не могу. Удипан. Вот это башмачок Удипан. И в Бхагу там есть такие стихи, которые особенно пробуждают эту любовь к Кришне. И здесь используют это господчитание, чтобы Санатан с вами описал подробно как науку. Науку Бхахти, любви к Богу, чтобы была раскрыта до конца его форма, имя, качество, окружение, место, где он находится и его могущество. Чтобы было понятно, как же с ним общаться, как вступить в отношениях, побуждающих сил, будет удипан, толчок. И нам боимся подойти к кому-то. Как правило, если парень влюбляется в девушку, он боится к не подойти. Это очень трудно подойти и сказать ему. Поэтому если удипан, друзья, у него шею толкаю, давай, иди, говори. Или сейчас поем, сами скажем. Они не боятся. Удипан, вы кому-то обращайтесь за помощь. У меня проблема любовь. Помогите. А что нужно сделать? Ну что там нужно сделать? Ты должен узнать, как там эта сторона. Любит, не любит, там нормашка, любит, не любит, любит. Там не подойдет, гадает, не любит. Или любит, еще и нормашка. Ну так целый день может просидеть. Поэтому если нас представляют Кришне, это речь. Что человек все равно я далек от Бога, я ему не нужен. Боже мой, это я первый раз в Кришне, я не верю. Там бред решение, ты иди в храм. Вот Кришне, кланяйся. Я буду кальций стоять, не стоять, о, кланяйся. Соди слушай лекция Кришне, да я ничего не понимаю, сиди слушай. Не важно. Сделай что для предок. И вот в таком духе. И дело просто таки образом человек чувствует неплохо. Особенно на просаде кажется все уж как-то надо. С его стофи не все согласны, но с просадом согласны все. Этот вкус, то есть вкус можно получить таким образом. Если кто-то представит, кто-то расскажет, передаст эту эмоцию. И когда человек сомневается в чем-то и испытывает трудность, он просто идет к преданным. И преданное снова говорит, а Кришне дает, ему Кришну. Преданное предлагает могучим давать, Кришну врубать. Вот деньги преданное не дает. С большим трудом. Правило преданное денег дает. А Кришне едет. Кришне не могут давать. Кому захотят, кому чувствуют любовь. Трава дадут Кришне. Несколько стихов все же для пряток почитаем. Да. За рекой виражей простирается духовное царство. Неразрушимое, вечное, неисчерпаемое, безграничное. Медитируйте внимательно. Духовное царство за рекой виражей. Неразрушимое, вечное, неисчерпаемое, безграничное. Это высшая обитель, в которой проявлены три четверти богатства Господа. Она называется парабьемой духовным небом. В слове три адхишвара заключено одно очень глубокое значение. Это слово указывает на то, что у Кришны исключили различные локи или природы. Давайте послушаем, что за локи внутри. Слово три адхишвара означает владыка трех миров. Существуют три мира и Кришна и Верховный Владыка их всех. Сам Кришна объясняет человек, полностью создавший меня и понявший, что я единственный но наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что Верховный Владыка всех планет и полувагов, а также Друг и благовитель всех существ избавляется от материальных страданий и обретает полное мертвование. Шанти полное мертвование. Просто осознанно. И там кто-то думает полное мертвование можно достичь, если будет защита материальная в этом мире. Здоровье, богатство, дом крепкий, семья хорошая, работа надежная. Я думаю, буду мертвовлен спокойно, счастлив. Нет и наоборот. Пока не поймешь, что Кришне все предвежит. А он друг каждого и Владыка всех планет и благожелатель всех живых существ, мы сможем миротвориться. Слово старого лока означает все три мира, а слово махешавля означает верховный Владыка. Кришна Владыка и материального и духовного мира. Духовный мир состоит из душисти и галлок и вайкунт. Материальный мир представляет собой совгупность безчисленных зеленных. Что-то писается материальный и духовный мир. Расскажите, пожалуйста, кто это может рассказать? Если мы не можем измерить эту селенную, если мы даже не знаем, как устроена эта планета, ученые не знают, что тебе на Марс берутся лететь, если ты куда-то еще, до сих пор не изучена планета Земля. причем основательно не изучена. Практически ничего человек не знает этого. Ему кажется что он знает. Он многого даже представить не может, как устроена эта планета. Что там в недрах и все остальное. И если это так, если еще на других планет, сколько их там, боже мой, это еще не все. А сколько таких вселенных? Никто не знает. Как были возле этих? А здесь говорится, а за пределами все этого проема духовного страста. Кто это говорит? Ну кто это может сказать? Ну нет же опыта такого. Ну как это можно заглянуть туда? Вот это называется Бог. Он знает одновременно все. одновременно. Поэтому нас очень интересует сознание Кришны, его отношение к себе к этому, его видению, его знания. Это есть настина наука. Бог и есть научное знание. Никакого другого знания не существует. Относительное знание называется невежеством. То есть отломанным знанием. Это верно для какого-то определенного момента времени и все. Каждый из нас является верно для нас с вами для каждого из нас в отдельности. А в целом мы все проигрываем. В целом не получается организовать свою жизнь вне сознания Кришны невозможно. эти эти трилогии гакула гадлока матвура и варака кришна вечно живет в этих трех местах. Шилабай станции Асфальта Кура комментирует, говорит, что Галока делится на три области, Гакулу, Матфуру и Дваракун. В своем воплощении Гавра Сундры, Господь Даши Читания, Маха Прабога, Господь тоже проводит свои игры в трех местах, на Вадвипи, Джанатапури, включая Южную Индю и во Враджа Мандали. Эти три места нам исполнили внутренних энергий, и Кришна, Верховная Личность Бога, единственный их повелитель. Мы знаем, что повелевает материальная Вселенная, Ишвара, Парама, Кришна, Сарва, Карана, Карана, причина всех причин, он здесь, и источник всего, и повелитель всего. Но здесь говорится, что он же повелевает и духовными, и тем другим. Как я уже говорил, драгоценные камни, украшающие шлемы всех управляющих божеств, всех Вселенных и планеты Кун, касались трона и подобных лотосенствов Господа, когда эти божества кланялись Ему. Это всё Брама увидел. Брама имеет этот опыт. Однажды пришёл к двороку Господь Брама, повидать Господа Кришну. Но Даши не получить. Ноги голубые, спускались сюда, и Господь Швёк приходил, и другие просто получили Даши. Когда он жил в двороке здесь, пять тысяч лет назад, имел 16 108 жён, столько же дворцов, проявлял игры неподражаемые, до сих пор никто не повторил то, что делал Кришну. И Брама решил увядить его. Но при брате Господне его приходит, спросил, кто вы, что доложит Господу Кришну? Ну много кто приходит. Представьтесь. И Брама, он единственный во вселенной. Он сказал, передайте, что пришёл Господь Брама. Господь Брама, хорошо, передам. Там Господь Брама пришёл. Кришна сидела непринуждённо на троне и спросил, уточни, какой Брама. Какой вы Брама, простите? У Брама четыреголового, он ещё удивился. Дайте Брама вселенной, пришёл за вопрос. Ну хорошо, передайте четыреголового Брама. Там четыреголового Брама, четыреголовый. А, четыреголовый, ну вызвать его. Ну как дела, четыреголовый Брама? Всё ли хорошо у тебя? Как творение идёт? Дорогой Господь, сейчас я не могу ни о чём думать. Подождите, подождите, не спрашивай меня. У меня проблема в четырёх головах. Ты спросил, какой Брама? Но ведь нет другого Брама, кроме меня. Ты же не можешь попросту спрашивать такие вещи. Ты же не обычный живой существитель. Ты же не совершай ошибок. Объясни, что ты имеешь в виду. Это единственный Прам. Неужели кто-то ещё есть? И Кришна тут унулся в полную. Сделал так. Ко мне, сюда, все. Позвал всех Брама со всех Вселенных. Но только Кришна может отрицать. И только вот два руки, которые могут произойти. И не только Брама, но и других полуговоров управляющих. Со всех Вселенных. А вы знаете, в Писании что-то Вселенная начнет. Одна из самых маленьких. Поэтому здесь вот четыре голубого Брама. И тут шум поднялся, потому что стали появляться десятиглавы Брамы. И десятью ртами говорили такие гимны, потрясающие, о которых даже Брама не слышал. Ты же понимал, о чём мне говорят. Брама знает каждый атом Вселенной. Вот тут всё сотворилось собственными руками. У него знания безграничные. Даже не можем представить, что знает Брама. Что тут материально? Ну, похоже, мы. Слово, я одно преступление. Харик, еще. Наш Брама немножко уменьшил свой размер. Все эти истеглавы Брамы стали кланяться Кришне. С радостью, с ликованием. Потом появились стоглавы Брамы. Шум поднялся, гвалт, ликование, энергия. Такие гимны полились, что даже десятиглавы Брамы застеснялись. Наш Брама еще меньше стал. Что просто его было незаметно. Но стильно стеснялся эти четырех голов. И тут появились тысячеглавы Брамы. Как всё поместилось, никто не знает. Всё утонуло в каком-то блаженке вибрации вселенных. И Кришна улыбался. И благослаблялся. И все вознесли гимны какие-то. Боже мой, наш Брама еще и гугл. Появились миллионы голубые Брамы. Тут началось. Наш Брама. Уф, ватку превратится. я думал что я все знаю оказывается вот этот комок невежества вот эти четыре головы нужно выкинуть ты что-то хотела здоровый господь все заинтересовались случайно же позвал к себе мы очень рады видеть тебя большое счастье что нас позвал к себе и что нет ничего с вами идите обратно просто это на вас посмотреть а эти правы такие счастливые что господь просто на мгновение позвала просто последние большая удача все жнули со всей вселенной все кулу боги все право оставив нашу маленькую праву больше если кто-то скажет что знаю тебя я не могу сказать я права твою себя я ничего тебе не знаю прости меня прости я возгородился я думаю что единственный грамм и такое несчастье и так это брама говорит и швара парама кришна что он имеет ввиду он знает что он сад щеканада вигра а его тело вечное полно знания благородства неодружимое полном знании знает все все языки и сердце говорит соседжим с веществами каждом и он управляет всеми мира все знают и все же никто не знает она не аликове да то это творение он уже был вот сейчас и после того как ты не дружишься он останется он неизмен а она депаде предвечный и начальник сюда существуешь голову винда чувство источник чувств чувство остаются все это друшается а чувство и желание остаются пенус новиком творение снова увлажают сорва корана корана причина всех причин не имеется и причины изначально богаман своя это то что беды и теперь если мы хотим раскрыть это до конца необходимо вступить во взаимоотношения с кришной если это нас убедила что верховный кришна нужны теперь взаимоотношения так начинаются наши взаимоотношения с того что вы знали имя и зовем его по имени если вы узнали имя человека и зовете его на кто-то сказал да тот знакомый а знаю и кстати общаться имя документ как зовут если где-то как зовут все считаете что или цвета пропадываю нашим великим учителем отношений когда он приехал в америку и жил там еще еще не начинал пробовать присматриваться американцам запишу пылесосов и видел это хозяйка пылесосила дома он садился на диван на учетки смотрел к этому не видел он слышал что умереть его цивилизация какая-то потеряли продвинуть не видел ничего подобного и она приводила гостей в дом и прочее на это курили сигареты что-то там ели пили и она показывалась у меня с вами живет я прошу у познакомьтесь и сигарет мяу с вами как ваше здоровье не болеете ну спасибо все мы пошли да будьте здоровы они еще были не вероятные люди но у них была вся культура они еще не знали кто такой садху такой гуру как оно слышно на что я пропадал он шел на прогулку если видел какого-то человека которого приходил к ним в дом сам золото имени говорится вверх что если вы не запоминаете или какого-то человека означает что на безразличном интернет комическими на точно безразличное количество существования на духовном сразу это вот особенность бред они знают по комическими нам дружат сто лет и не знаю кто как зовут если не спросить как его фамилию я не знаю потому что друзья да всю жизнь вместе понятия даст какой-то а там паша иванов не знал может быть могу не знаю потому что духовно именно больше отражает качество личности оно быстро запоминается больше соответствует комические можете соответствовать как я отца спросил как в узбекистане называют люди какие имена есть он оттуда ну и тот там например забыл язык а что означает медвежонок я говорю а почему ну когда был маленький был похож на медвежонок вот так называли он же большой вид уже не похожи у кришна тоже много все имена это имена кришна все абсолютно все и все же у нас у него есть личное обитель личное окружение личное имя и прочее это очень важно воспевать имена криши и когда мы узнаем все они его имя его адрес его богатство сколько там все произнести прежде чем очень картичный но еще проверим сто раз бога дали него что прошло если вы увидите кого-то кто абсолютно богат красив абсолютно отречен прославлен могущество вот это бог все вынышли расскажите пожалуйста о вашем самом значимом общении с кришной самое значимое общение с кришной это пораньше утром ставить повторять кришному самая значительная часть вставать рано это сокровенное время глубокой глубокой медитации не упускайте этот шанс и повторять внимательно круги точно сокровенные минуты и обычно об этом не говорят потому что это трудно объяснять описывать ощущение внутренние как это движется но пропаду тем не менее описывает негативные есть признаки то что человек находится в сокровенном настроении глубоком таинственном праны жизни начинают двигаться их 5 праны основных они приводят в движениях обычно не статично у нас что мы зафиксированы на чем-то вот проблематично материально а тут они статичные динамичные в движении есть наша жизненная сила соприкасается с элементом из земли в теле то вы почувствуете некий такой столбняк параличная такая сила чувствуешь что но если коснется воды жизненная сила правда у вас слезы полюция не вот так как и шприца прана силы сила чувства господь читание испытывал такие эмоции глубоко внутри себя что ли вместо пота когда кровь выступала на боже то есть материальное тело но не очень это приспособлено но такой симптом у вас не будет безопасно это господь читает и если элемент жизненная сила коснется огня в теле у вас жар барбалетовый и пот ручьем даже зимой даже на морозе пробьет жар и вода такая сила чувства пробуждаются такие чувства это когда повторяете внимательно с полным вниманием хоребричного начинаете жизнь а что перед этим чувствуете думаете я не могу рассказать потому что все открывается даже думать можете просто начинаете видеть а потом думать думать нужно уже потом после этого мысли гораздо ниже всего этого анализа что вы думаете какие-то XI и xI и и絆элл скажите пожалуйста про то есть имеем ли мы право использовать ситхи в преданном служении имеем ли мы право использовать ситхи в преданном служении мы ведь так используем что имеете ввиду мы всегда их используем Например, какая главная ситха, способность человеку, говорите, вот мы что-то говорим, это способность ситхы, есть также ситха ходить, нет, нет, это особая ситха, потому что ходить-то, конечно, можно, в храм ходить трудно, потому что, если вы каждый в храм приходите, это ситха уже. Я не шучу, но если вы почувствовали вкус от багавата, это мага ситха, если вы услышали багавата, это даже полубоги не все слышат багавата, что здесь ситхи вы всегда используете. Например, пойдете собирать пожертвования, ситхи работают, в канигерской основе на норбесу идете, ситхи работают, хоринам вы уходите на улицу, петь, ситхи сразу открываются. В соуле начинают петь танцевать. Но попробуйте, как это возможно. Вы же не Бог делал, менял обочего. Как вы собираетесь, как такой успех имеете, важный день на улице? Если предан дать стадион, а не стадион, стадион там, или какой, у них ситха, не проблема. Используйтесь в служении, да? Но не занимайтесь черной магией. Для Кришны используйте. Должны ли мы обращаться к Господу, когда приходят материальные проблемы, трудности, или все принимают к другому? Можете обращаться, когда хотите, при любом поводу. Кама, старва, камама, ба, всего два года. Говорите с материальными желаниями и без материальных желания обращайтесь к Нему. Всегда. Но если я прошу Господу, чтобы эти проблемы прекратились, то они поступали тем самым более волей Господу. То есть это не дано для чего? Это нормально. Если мы просим, чтобы проблемы прекратились, это хорошо. Мы обращаемся к лишним. Но они и так прекратятся, нужно потерпеть. Лучше бы все переворовать. Так, помните, Чапалка-Палка, да, следовательно, Шевастокуров? Он заболел сильно проказой. И когда Господь читает нам прокатил Нему, он сказал, я признаю, что ты Верховный теперь. Я понимаю, что я сделал ошибку. Поспорь мне избавиться от этих страданий. Прости меня. Помните, что Господь читает нам сказал? Ты что, не можешь быть запятым проказом? А что ж, ты будешь в ладу делать 10 миллионов жителей? Он так сурово ответил, а потом говорит. Ты оскорбил, что ты у вас такой, он к нам просит прощения. Почему? Иди к нему, проси прощения. Тогда уйдет реакция. И Чапалка-Палка пошел. А, нет, 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 Чапалка-Палка потом в догонку сказал, я согласен, пусть я буду страдать сколько нужно, сколько необходимо. Я заслужил, но скажи мне, как больше не совершай этих аппаратов, больше не совершай этих поступков. Вот о чем нужно просить. Трудности пришли, как реакция на какие-то поступки, поэтому мы поддержим, да, справедливо, но скажи, а больше не совершай таких поступков. И тогда госточная смысл сказал, ага, вот это правильно, иди к Шимастакуру. Прости, все пройдет. Какие-то реакции всегда будут, либо на нынешние поступки, либо с прошлой жизни что-то будет, но вы должны знать, что Кришна смягчается. Кришна защищает. Надо потерпеть. Терпеливый вознаграждается. Иногда терпеть прибоится долго. Сила обусловленности. Но всегда вознаграждается человек. Все время. Нет примеров, чтобы он не вознаграждался в своей приятной службе. Кришна благодарен ему. Так описывается. Скажите, какой тип создания, по вашему, наблюдения в мире, говорят для людей, через музыку, через пищу, творчество, более тенденции, какая я сейчас понимаю? Проповедь? Да. Используйте то, что имеете. Таланты, которые есть? Да. Способности, которые есть. Одно предупреждение. Извиняюсь. Но очень хорошо напомнить. Не гордитесь этим. Если вы какой-то профессионал сильный, чем-то, не гордитесь этим. Вот и все. Используйте все, что есть. Используйте свою красоту. Здесь красота. Богатство следит богатству. Знания следит знания. Таланты. Любые используйте. Музыка очень хорошо. Театр кто умеет хорошо. Увение говорить или владеть астрологией, чем угодно. Но использовать это в служении. Не для себя. Слушайте, а к вам завтра можно попасть в Дом Ученых? Я даже не знаю, что это за Дом Ученых. Сколько там мест и так далее. Ваши лекции. Это же для новых людей. Для новых. Что? Передашь бы переберет? Я должна перепродать Сибирь и Новый Ученых. Это для новых людей. Что ты делаешь? Я буду читать по 10 заповедям лекции. Сознание Гриши. Почему именно 10 заповедей на Рисе? Потому что их не соблюдает никто. Но мы заповедили один из 100 заповедей на Сибирь. Следует всем 10 заповедей. Это очень удобная тема, потому что там отмечаются основные моменты очень важные для каждого человека. 10 заповедей. А они очень научно составлены, последовательно. И хорошо на этом примере объяснять. И собственно, есть какие-то аналоги заповедей на Сибирь? Да, аналоги, да, то же самое дается везде в шастрах. В Бхагава, Бхитии, 12 главе описывается качество премьерного. Этим он должен быть, чтобы быть даром ему Господу. Основные пороки описываются в 10 заповедях. Касающиеся человека и первые 4 заповеди, или 5 заповедей, касаются Божественного уровня. Это не заповеди Моисея. Нет, 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 они через Моисея пришли. Это не так важно. Откуда они заповеди Моисея? Моисея не знал ничего. Пошел с Богом разговаривать и перенес. Для того народа, для того времени. Но они актуальны сейчас. Никто не знает заповеди, почему. Точно никто. Даже первые заповеди точно не знают. А, оружие в духовном мире, это другая функция. В материальном мире они ведутся как оружие. В духовном мире они как вечные спутники, слуги. Верно. Верно. Чем большим по себе брату Кришне, тем большим понимаем мужскую женскую природу здесь. Да, в Виша Панишата говорится, что нужно знать и материальную науку знаний, приводящих к деградации, и духовную науку, приводящую к освобождению, и то, и другое. Поэтому мужчина и женщина, они могут быть причиной деградации в этом мире, либо причиной возбушения. И то, и другое. Это их центральный момент. Этот мир держит друг друга через противоположный пол. Здесь животное держится. То есть мы сможем понять секрет этих отношений у вас в Владисии. Слушайте, пожалуйста, вы можете сказать, как мы оказались в материальном мире? Как мы оказались? В материальном мире. Не могу сказать сейчас. Это сейчас никто не вспомнит, откуда мы знаем. Как можно об этом говорить? Ну вот я вас спрошу. Что случилось в духовном мире? Почему не здесь? Вы не знаете, что сказать. Я творчество духовное. Я уже года твои спрятали. Но еще точно не помню. Получается, что мы возголдились? Нет, нет, нет. Нет, это вообще не творчество. В духовном мире там все. В духовном. Что же ты вопросов? Это я хочу узнать. Что-то там точно произошло, что-то случилось. Не спешите. Это очень сложный вопрос для нас с вами. Хотя ответ ясный. Ответ очень ясный, но его никто не понимает. Никто не знает одну вещь. Почему-то. Даже многие предыдущие забывают. Что в духовном мире есть свобода выбора. Если я вам скажу, что это свобода выбора, вы скажете, но как же можно было применять духовное мирно материальное? То есть нам кажется, что там нет свобода выбора. Какая маня, какая люди. Там есть свобода выбора. Это главный ответ. Хорошо. В нынешнее время все-таки лучше может быть оставаться самому или все же заводить взаимоотношения? Как лучше? Женщиной? Не с женщиной. С женой. С женой, нормально. С женщиной. Что лучше? Жить с женой или без жены? Если мыши появились в доме, заводите кошку. Если у нее появились мысли о женщинах, нужно жениться. Чтобы кошка была рядом. Ты смотришь, а куда смотришь? На меня смотришь. Вот контролируется. Если вы чисты от этих мыслей, зачем жениться? Нет необходимости. Бывают исключения, даже в этом случае. В исключении. Как правило, нет необходимости для мужчины. Если он чистый. Если не чистый, он должен жениться. Чаще всего так. Либо он может пойти путем такого стойка, парамачария, скажем. Если выдержит при определенных качествах, он может тоже не жениться. Это легче будет. Намного труднее жениться. Поэтому не женился, не женись. Женился, не разводись. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, говорят, что душа находится в сердце, да? А сейчас такая медицина, что если человек болеет, может имереть, то могут заменить сердце искусственно. Где находится душа? Душа не находится в органе сердца. Она трансцендентна. Она находится в области. Как, например, я сижу над асаной, но я не часть асаны. Я могу приподняться, а асану можно заменить свой взяток. Авторская права? Не нарушайте негричную праву. Не нарушайте закон. Старайтесь. Цените то, что еще есть в мире. Ценному. Хорошему. Сознание Кришны не отвержения материальной культуры, а ее дополнение развития. Старайтесь жить, честно. Попробуйте. Скажите, пожалуйста, как лучше всего, ну вот мы, например, 30 лет с мужем дружить, как лучше всего пассивно женщина, для каждого мужа. Когда вот женщина живет и любит как бы единство целое, туда ходит все. А у него даже возникает ревность, то есть как бы в голову. А муж ходит туда тоже в полное целое? А вот тоже. Как вот это происходит, так и с длинной очи. Ну вот там узбек, то есть он тоже. И на этой вот дочке у нас именно происходит вот движение. То есть это все идет, движется, но это очень... Когда любите полное целое, не забывайте про мужа. Нет. Он тоже должен быть там в полное целое. Тогда он не будет против. Если так же продолжаете служить ему, как бы общаться с ним, как должен быть, он не будет против. Он придет в воскресенье. Сейчас тоже хотел уйти, а ты уже прошел и очень... Ну вот так. Ну да, я и говорю. Дромочка. Дромочка. А у женщин, как ты уже... Почти не слышу вас. Как лучше женщинам выходить замуж или... И все ждут, что же я скажу. Смотря каким женщинам. Смотря каким женщинам. Всем женщинам лучше быть замужем, они сильнее в этом положении. Но, поскольку многие или некоторые женщины взаимопотребляют этим, то можно не уходить замуж. Что от этого пострадают многие люди. Вот в этом смысле. Что женщины — это сила большая, чем мужчины. Если бы все наши женщины были обучены должным образом, то бы все были бы там... На русхват. Ну, то есть, извините, что я так говорю. В принципе, дело не в этом даже. Разве, потому что нам просто печали. А если вы хотите замуж выездить, то нужно быть готовым. Это великая жертва для женщин. Если вы готовы на жертву, значит, вы готовы на мужество. Например, если я увижу будущее. Вы спросите, выйти замуж или не выйти. Я увижу будущее. Я вижу тот кошмар, который вас ожидает замуж. Я знаю, что женщине лучше быть замужем. Я скажу, лучше быть замужем, конечно же. Но я скажу, что это злой еще. Я вам не желаю такого участия. Но если я увижу, что это та самая женщина, которая целомудренная, которая обучена, кто знает, и есть достойный партнер, и с однами Кришны, я, конечно, скажу, обидеть, потому что он тебе замуж. У меня детей и все остальное. Вы много пользы принесете миру, движению. Хороших детей воспитаете. Все это нужно привести. Все дела в качествах. Прежде чем раздаются качества, необходимые для жилинга и замужества, пройдет немало времени практики. Хорошей практики. Специальная практика. Поэтому это риск определенный. Заводить семью. Это иском. Попадают 50 на 50 риск. 50% что будет успешно, и 50% что может быть неудача. Поэтому мы проводим эти семинары, часто семейные жители, чтобы у людей были знания определенные, чтобы помочь. На этом семинаре я скажу об этом вскользь. Не будет отдельной темы. Потому что в прошлом году мы проводили очень много таких семинаров. Их много записей есть. Вопрос пожилой всем. Вопрос всегда одобрял. Это иллюстрация. А в христианском, например, обязательно получено разрешение на конекции. Как поступать к живописству, чтобы не нанести какое-то осмотрение и чуть-чуть лучше описать? Копируйте классику, изучайте атрибутику все. Как Кришна должен выглядеть, чтобы узнаваться, что это Кришна. И именно, чтобы это Кришна был никто в другую. Изучайте классику. И потом, когда вы что-то изображаете, обязательно представьте природу. Чтобы они дали оценку как портрет Кришны. Обязательно приедут. А они сразу скажут, нет, Кришна. Нет, нет, нет. Как-то они знают. О, это Кришна. Как Мажан написал портрет Кришны в Вудухе в Индии. Она написала. Потом приехали на Радакунт и там мы показали одну бирджабаси. Мы живем в них. А она увидела, а, это мой Господь. Это мой Кришна. Узнал. Вот он такой. Вот это мой Господь. Вот так приятно показывать. Можа. Да. Родители любят своих детей безусловно. Что такое любовь? Что такое любовь между мужчиной и женщиной? Большая тема. А уже поздно. Ну, вопрос актуальный. Я думаю, что многие сразу так вот раз... Но на семинаре я буду говорить о семи уровнях любви. Там расстроится эта тема. Если вы будете, я расскажу вам. Можно ли где-то увидеть вашу работу? Работы? Какие? Я давно же не работаю художником. Ну, я понимаю, будет выставка у нас. Будет выставка, мы готовим ее для интернета, потому что многие люди спрашивают. Меня же представляют у меня художника так же. Что-то есть, но не так много времени для этого у меня. Но все равно я что-то делаю. Мне нравится. Какие-то мы работы выставим в интернете и что-то будет. Следуя вашим словам о сильной женщине замужестве, стоит ли вы понимать, что мужчина, женившись, становится слабее? Если да, то в чем? Да, мужчина становится слабее, когда женится, а женщина сильнее становится, когда замужем. В чем эта слабость выражена? Что это значит? Это так же, как взять ношу на плечи. Он не такой же мобильный. Он не будет так провести, не прошло. Ну, значит, жена уговорит. Я считаю, что мужчина тяжелее мужчины в 9 раз. Женщина тяжелее мужчины, сильнее в 9 раз. У вас единица, у нее 9. Эта единица берет на себя эти 9. Получается 10. Но все на плечах мужчины. Я, помните, объяснял в психологии женщины в 9 раз глубже чувства и разум, это уже невыносимо для мужчины. Она по какому-то поводу плачет. Мужчина вообще раздражается, понятия не может, что она плачет. А это нужно терпеть, успокаивать, как бы общаться с этой проблемой. или радуйся так, где в 9 раз сильнее. Это для мужчины старец постоянно. У радости. И более того, мужчина работает, у него внутренняя энергия работает упорядочно. Так, повередностно, но упорядочно. Либо разум, либо чувство, что-то одно. Ему все понятно. Разум жесткий, все ясно. Чувства он похотливый, тоже все. Отдыхает, не волнует работа. Работает, не волнует отдых. Важно его только переключать, повередностно. На работу. Домой. На работу. Домой. Но у него в 9 раз это сильнее, и работает, и чувство разум вместе синхронно. Она все чувствует, все понимает в 9 раз больше, но не знает, что делать, что делать, что делать. Поэтому он к нему пойдет. Что делать, что делать. Так или так. Он не может так быстро. Это трудно для него. И тогда он применяет обычно так. Все, хватит, так я вам. Я решил. Замолчи. Ну, не знаю, не знаю. Он что-то делает, ошибается. Так что, может быть, не ошибается. Но он не ошибается, я это тоже говорил. У нас всегда права получаются. Она замужна, видите? Его толкают в деятельности, потом он за все это отвечает. Потому что, если она сама ошибется в чем-то, она себя не простит до конца жизни. Она глубоко переживает. Ну, он сам может быть таким. И все это вот муж должен держать. Эту вибрацию выдерживает. Поэтому мужчина слабеет, что женщина тяжелее 9 раз, а женщина сильнее, потому что есть исполнитель. она сама их трудно, но кого-то его толкает, он мелью там, дом строит, все, обои, как она скажет, так и делается. Народ же говорят, почему мужчина-морщина, вот как у меня, вот такие, а у женщины вот такая мужчина. Муж, теперь, вы это домой сработаешь. А где денег? Какие? Давай сюда все. Суна хозяйка, она в полнотеральном плане могущественнее. Если вы думаете, что вы сильнее женщины, вы ошибаетесь. И с возрастом вы уберете. Пока есть физическая сила, вы считаете мужчинам, что вы сильнее. На самом деле нет. Это обман. Сильнее женщина. Поэтому, если женщина выходит замуж и эту силу использует против мужа же, чтобы ругаться с ним, это тигрица, пьющая кровь. Она все разрушит. Но если она использует в служении ему, это, говорится, помощник, с которым не расплатится за много жизней. Потому что она его защищает от ваших родителей. Она этому защиту полную. Это жена называется. Ведическая целомудренная жена. То есть, жена это дверь в рай. Женщина это дверь в рай. Мужа это дверь в рай. Мужчина это дверь в рай. Такая идея мужская женская. Правда? Будет вам еще один вопрос можно? Я инструктор по вождению. И вот я хотел спросить у вас. Вы водите машину? И ваша жена водит машину? Если она водит машину, вы ей помогаете? Подсказываете? Решаете помехой справа? Я не вожу машину, она тоже не будет машиной. У нас нет машины. Потому что у меня очень часто бывает ситуация, когда женщина разводится с мужем только потому, что он ей мешает. И за нём. очень понимает, да? Сейчас люди по каждому поводу разводятся, и по члену самоубийством-то всяким пустяком. Стоит ли переучивать левшу? Левшу? Не думаю. Не думаю, что нужно так уж. Может быть, обучить так же его и правой рукой что-то, это будет писать, но переучивать невозможно. природа. Уже пытаясь. Не стоит насилия применять больших. Ваша милость. Скажите, пожалуйста, какова роль писателя в обществе? Должен ли он развлекать, вести людей за собой, показывать какие-то вещи? Роль писателя вдохновлять людей, вести к высокой цели вдохновлять. На какие-таки сюжеты, описания, чтобы люди вдохновлялись идти путём духовным, добродетельным, к людям Богу? Вдохновение. Гуру Махарас, скажите, пожалуйста, существует в мире очень много религиозных движений, ведических движений, которые имеют и свою трактовку боговодзгиды, и так далее, они полностью называют себя ведическими. При этом далеко не все из них приветствуют махамантру и используют её с распружением. Как это объяснить? Ведическое знание не раскрывается без другого учителя. Можно прочитать книги, даже что-то по этому делать, но поверхность это не веда ещё. Поверхность веда. Не веда. Веда получается сердце в сердце. Другой метод. Метод познания ведов описан, нужно его применять. Если они не придут к следующей ископрепственности, они не раскроют веду никогда. Там есть свои учителя, своя цепь. Да, обязательно. Но другая. Но ведическая цепь существует всегда. Адольф Гитлер тоже интересовался ведами в вечную полученность. Он никогда не имел другого учителя. Но он развел очень большую гордость из-за демон. Вам обязательно нужно другого учителя и приоритет. Он должен получить знание через служение и воврешение. Есть разница, если вы прочитаете это в книге или вам гуру скажут как наставление, искавшая равенство. Когда это не наставление, смирение, а когда сам что-то понимает, растёт гордость. Есть и будет другой. Мы говорим, что через духовный учителя знания приняли возможности. Другие традиции равны. Есть критерии, по которым можно судить сохранилась на и не сохранилась внешне как бы есть тоже самое но духовная преемственность она передает сушу к карту аминьям непосредственно радость если видите на улице людей поющих танцующих ликующих и передающих радостно всем кто потом не мешал мне не портит не сюда продолжают успевать это что шокирует людей вообще какая радость как мы можем обликовать с чего ради такая политика столько проблем будет на сути бездельники а это есть преемственность преемственность счастье как только мы находим духовного учителя танцует как павлины так написано танцует как павлины радость пробуждается вот например представьте пожалуйста получается если мы попали сюда это наш выбор и все вот это что с нами происходит жизнь в жизни это все наш выбор точно выбор я хотела спросить я очень часто езжу я не сильно давно в сознании кришна куда-то 3 я почитаю давно и я очень часто сталкиваюсь с этими ситуациями а у вас просто нет я слышала немало таких объяснений я бы хотела спросить у вас среда ко мне очень часто подходят люди и говорят мы видим как ты читаешь вот это вот мешочки оранжевые есть как просто красная тяпка в руках и начинается такие вопросы потом прими спасение и там если такое то есть как мне лучше я я конечно там рассказываю там я учусь просто заканчивают первый год академии все что могу все что помню ну то есть чтобы не создать какой-то конфронтации в такой ситуации ну то стараюсь обойти это все стороной но такие вопросы в лоб как бы вы поступили в такой ситуации не знаю не знаю что чтобы я сказал в той или иной ситуации они говорят пряме спасение ну да правильно привет спасение хорошо значит так что надо с другом верить я не думаю что нужно слишком серьезно к этому наносить нужно стать как утка вот если утку водой залить раз ни капли не останется то есть неуязвимость вот что важно сила станет таким неуязвимым человеком если кто-то критикует то есть если меня в лоб спрашивают какая у тебя религия в кого ты веришь я говорю в бога и как бы и все равно стараюсь кем обойти то есть я не заостряю внимание потому что это реально начинается я понимаю что тогда ощущается просто война я трое все таки ехала в вагоне когда я работал на работе еще до инициации я стал принцесса соблюдать все сразу это увидели на сутки там все вместе ездят вместе живут целые сутки я перестал есть мясо там все остальное уже больше с ним не общался там где-то на перекорах уходил там где-то дым уже хранится все это сразу же месили меня вызвали ты как-то отделяешь из коллектива почему не дешевле я испугался но как-то моя команда то есть я был с ними теперь меня и правы в чем-то я стал придумать что у меня там живот болит все по ерунду я продолжал практиковать продолжал все это делать а потом прошло несколько месяцев они испугались полная сила появляется полная сила из Москвы до Владивостока в купе и со мной были попутчики почти всю дорогу и они у меня соблюдали даже гадыши в полной сила я не могу в день в банку тушенки открыть в поезде потому что я там сидел они боялись меня они вот или в тамбур там открывали съедали быстро и вращались в новую в купе так я про Павел врач ну что что-то плохо и почему и как и как называется все которые есть мясо все объяснял сейчас и так не не отчасти не так жестко но в то время я был таким моложе ну и потом я мужчина вы женщина находите какие-то способы гибкие либо терпите много прибыли терпеть однажды ехал с пьяной компанией поезде проповедовал целый день они уже пьяные пьяные все выходили и благодарили слушай вот мы не верим что ты говоришь но ты проповедуй что нам успешно а теперь неприятно скажите неприятно было с нами правда что купили да нет нет мне очень приятно очень интересно так интересно иногда так приходится общаться да и так и так можно ничего особо не вижу такого просто слушайте верите а по поводу духовного учителя нужно ли делать какие-то шаги на встречу что-то какие-то действия производить или просто сидеть ждать когда духовный учитель появится появится когда ученик готов ученик должен начать действовать в этом направлении вот в изгон приходят люди бедные приходят они начинают практику и эта практика их приводит гуру очень быстро нужно умышленно искать пытаться найти гуру без практики не найти гуру практически невозможно нужно чуть-чуть света зажечь на практика предварительная практика подготовка ученик должен готов тогда в сердце он сможет почувствовать связь и гуру ученик вместе почувствовать связь так можно принять но если ученик уже практикует да процент начался очень хорошо если практикует то все вот и нем прямо предыдущего пропадать и пропадать через книги через общение через эту практику приводит нас гуру живущим то есть достаточно просто продолжать практиковать и ждать своего часа так у нас время и стекло кто руководит жопу певать на больше нужно становиться какая история у вас была расскажите пожалуйста смешная история это было в одессе в одессе много смешных историй вся одесса такая с юмором люди и украина тоже для меня смешное место в том смысле что язык очень смешит меня бывает на лекции когда вопросы люди задают мне нужно серьезно отвечать и они пугу они говорят по-украински с акцентом и мне смешно нам нужно отвечать серьезно такие курьезы бывают один курьез предошел во Пскове один человек шел по улице просто человек молодой и напротив шел священник православный батюшка по другой стороне дороги он увидел это молодого человека и почему-то побежал навстречу с кулаками и столбить его и уже на землю повалил и ногами и кричит я вас кричит это за три версты чую я вас кричит это за три версты чую а кто ж таки кричит я вам стал приятным а 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 с этим не спешите если сейчас вы чувствуете что это трудно не спешите с этим вопросом главное займите правильную позицию позицию служения и через служение вы найдете себя по себе а и а а а а а и а а вы а а что это нужно при себе держать никого не беспокоить это естественно нас есть чувство это понятно ничего другого там нет но просто они служили богу через представителей бога это даже лучше чем служить кришне непосредственно трубат поэтому он также служил гуру через гуру через представителя надежнее поэтому обычно в религию приходят пророки от имени бога не говорят и через поклонение им служение и людям все святые служат либо иисусу христу либо мухаммеду читает послание изучает послание потому что непосредственно бог очень трудно слушать ваня вагу вагу не присутствует дело делаем теряем ушло уже все время вышло а вани остались составление общение продолжает происходить то же самое да это есть это работает мечтаем священное писание это работает это очищает но когда есть живой представитель можно наблюдать за нами и давать наставление еще лучше то наше время в депутат спасибо большое а 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 Спасибо.